Первая неделя, после того, как мы внесли некие организационные изменения в наши проповеди, в наши разборы, мне интересно ваше мнение. Если вам понравилось это, то я хочу, чтобы вы сейчас поаплодировали, стуча правой рукой по левой. А если не понравилось, то левой по правой. Давайте, три-четыре. По-моему, все правы сейчас, да? По-моему, да. Но на самом деле вы должны понимать, что организационные моменты, это все здорово. Их можно улучшать, их можно совершенствовать, но самое настоящее изменение, которое должно произойти, оно должно произойти в вашем сердце и в вашем разуме. И только тогда, когда вы сами примите решение изменить свое отношение к Слову Божьему, к его изучению, к разборам Библии, только тогда в вашей жизни произойдут самые настоящие изменения. И на прошлой неделе мы говорили о страстной молитве, сегодня тема нашей проповеди – это страстное познание. Мне интересно, тоже у меня есть вопрос. Кто на прошлой неделе практиковал, хотя бы пробовал страстную молитву? Отлично. Отлично. Уже неплохо. Но это мало. Если вы не будете, если мы с вами не будем делать то, о чем мы говорим, это знаете, что это называется? Ну, то, что... Вот наши проповеди, то, что мы говорим, это же... Ну, если мы с Димой сказали, это же не значит, что только мы должны это делать. Мы все должны это делать. То, что говорится здесь, это говорится в церкви. Если человек не исполняет то, о чем он говорит... Что это за человек? Он просто риторический, да? Давайте будем пробовать, давайте будем воплощать в жизнь то, о чем мы здесь говорим. Итак, мы сегодня говорим о страстном познании. И когда мы слышим слово «познание», о чем мы сразу думаем? Я начинаю сразу думать, ну, о каком-то обучении. И сразу же мне на память приходит то, как я учился в школе. И первая картина, ну, если сказать о страстном обучении, первая картина, которая рисует наше воображение, это что? Все в классе нормальные, есть один зубрилка. Все играют в Беррика, бумажки перемотанные скотчем там или еще что-то. А он такой, весь там. И нам эта картина не нравится. Не нравится, потому что она отчасти нас обличает. И, наверное, отчасти, потому что мы же не такие. Тяжело вот так вот зубрить. Хотя, в принципе, это неплохо. Но когда мы говорим о познании Бога, мы не можем здесь говорить о каких-то зубрилках, о заучках, потому что Бога невозможно выучить. Не будет у тебя в жизни такого момента, здесь, в земной жизни, когда ты сможешь сказать, ну, все, теперь я о Боге знаю все. Этот момент не придет в твоей жизни. Ты будешь всегда его узнавать. Чем познание Бога и обучение, это разные вещи. Многие из нас получали светское образование. Кто-то закончил школу, кто-то закончил, может быть, училище, кто-то получил высшее образование. Но я точно знаю из моих друзей, очень много тех людей, которые получали высшее образование, потом говорили, примерно там даже на втором, даже на первом курсе уже говорили, а я все равно не буду работать по специальности. И как бы вот это вот, ну, такое вот наше образование. Когда речь идет о познании Бога, такого не будет. Ты не сможешь не работать по специальности. Познание Бога стоит намного выше. И смысл, и суть Божьего познания совершенно иные. В Божьей школе мы получаем не информацию о Боге, а мы получаем самого Бога. Вот почему тебе необходимо познание. Вот почему тебе необходимо прилагать все свое сердце к тому, чтобы узнавать Бога. Потому что Бог это наше все. Ты им живешь, ты им движешься, им существуешь. Ты получаешь Его, ты становишься таким, как Он. Начинаешь мыслить, как Он, любить, как Он. Делать то, что делает Он. Смотрите, что написано во 2 Коринфянам, 3 глава, 18 стих. Я буду читать с современного перевода. Оно как бы так, на слух легче воспринимается. Мы же все, не закрывая лица покрывалом, видим, как в зеркале сияние славы Господней, и преображаемся, становясь Его подобием, и сияя все более яркой славы. Это совершает Господь, а Он есть Дух. Мы видим, мы преображаемся, становясь такими, как Он. Становляясь подобными. И вот в этом стихе, в этом месте, наверное, суть Божьей школы. Ты видишь, и ты преображаешься. Образ. Ты преображаешься, становишься таким, как Он. Здесь, в этой школе, не будет принудительной отработки 5 лет. Или сколько? 2 года, наверное, еще. Но вот это образование как раз таки котируется во всех странах. Если ты пройдешь Божью школу, ты будешь всегда востребован. Сегодня мы будем говорить о познании, и центральным местом нашей проповеди будет являться место, которое записано в послании филиппийцам, 3 главе, 7-8 стих. Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел щитой. Да и все почитаю щитой ради превосходства познания Христа Иисуса Господа. Для Него я от всего отказался. И все почитаю за слов, чтобы приобрести Христа. Для того, чтобы глубже понять этот текст, нам нужно разобраться в терминах, которые апостол Павел использует на языке оригинала. Интересно, что Павел подошел к этому тексту, к этой идее, с абсолютной меркантильной позицией. Самый доступный для человека язык, это язык денег. Проще всего человеку объяснить, что что-то важно, а что-то нет, используя язык доходов и расходов. И Павел ввел два термина в богословие Нового Завета. Это термин «прибыль» и термин «убыток». Чисто термины из бизнеса, чисто термины из зарабатывания денег. Это не совсем отражено в синодальном переводе, но на языке оригинала это очень четко видно. И, наверное, более правильный был бы перевод следующий. «Но что для меня было прибылью, то ради Христа я почел убытком. Да и все почитаю убытком ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для Него я во всем потерпел убыток. И все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа». Несколькими стихами выше Павел объясняет вообще, какое он положение занимает в обществе, чего он достиг. И он рассказывает, что он занял шикарное положение в гражданском обществе. Он говорит о том, что он... Его очень сильно уважают в религиозном обществе. Он говорит о том, что у него шикарное родословное. И сегодня человек с такими, ну скажем так, задатками от рождения, он бы был вообще... Его очень сильно уважали бы. И Павел говорит, что это все с точки зрения человека очень серьезный, очень хорошая прибыль в жизни. С такой прибылью легко продолжать бизнес. Но ради Христа он все это посчитал убытком. Он все это списал на убыток. Люди, которые не знают сегодня Христа и не могут понять, почему мы, христиане, сегодня так много времени уделяем всему, что связано с нашей верой. Почему каждое воскресенье, в воскресенье рано утром мы встаем и все-таки идем в эту церковь. Почему мы посещаем разборы Библии. Почему мы просто читаем эту Библию в то время, когда можно было бы, ну не знаю, посмотреть футбол или просто лечь спать и отдыхать уже. Почему вы, христиане, так много времени уделяете всему, что связано с вашей верой в Бога. Потому что для нас настоящей ценностью, настоящей прибылью, настоящим доходом является все то, что связано с познанием Бога. Все остальное мы считаем щитой, сором. И вы знаете, в оригинале апостол Павел использовал очень сильное слово, означающее птичий помет. Все, что не связано с познанием Бога, для меня имеет не больше значения, чем птичий помет. Когда мы говорим о познании, существует два способа, или, ну да, наверное правильно сказать, два способа познания Бога. Они, один из них называется, это общее откровение, и второй частное откровение. Так вот, общее откровение, что это такое? Лучше всего, наверное, начать это стихом из Библии, который написан в Римлянам, первая глава, 20 стих. Тоже буду считать из современного перевода. Потому что его невидимые свойства, вечная сила и божественная природа, со временем сотворения мира, постигаются разумом через созерцание сотворенного. Познание о Боге человек, прежде всего, может получать от того, что он видит вокруг. Здесь нет какого-то переносного значения. Ты можешь понять, что Бог велик, ты можешь понять Его, божественную природу, когда ты будешь смотреть вокруг, когда ты будешь удивляться, поражаться, изучать Божие творения. Нас, на самом деле, нас окружает удивительный мир. Все, что Бог создал, это удивительно. Если ты будешь достаточно внимательным, если ты найдешь время, может быть, каждый день, хотя бы раз в неделю, чтобы просто выходить где-то в городской парк, просто посидеть на лавочке под деревьями, созерцай Божие творения. Ты уже не будешь уходить, ты уже не будешь уходить с таких встреч после такого созерцания прежним. Библия об этом говорит. Рассматривайте то, что Бог сотворил, и вы будете понимать Божие величия. Мы будем с вами понимать, насколько Бог велик. Человек все может застроить домами, все закатать асфальтом, но то, что сотворил Бог, оно не изменяется. Деревья, как опадали осенью, листья, как возрождались весной, так это продолжается в своем мире сотворении мира. Божий мир, то, что запустил Бог, оно так и остается. Сейчас хочу, чтобы вы посмотрели одно такое маленькое видео. Это тоже отрывок из фильма «Эван Семогущий». Если кто-то не посмотрел этот фильм на прошлой неделе, я уже уверен, что посмотрите его на этой неделе. Ну и как тебе такая жизнь? Как будто завтра не наступит. Правда красиво? Я помню, как создавал все это. Ты заметил, что горы тянутся с востока назад? Это чтобы было больше солнца. Где мы? Не узнаешь, что ли? Нет. Ты живешь тут, сынок. Это поселок вверх престижа. Я просто хотел показать тебе первоначальный дизайн. Первоначальный дизайн. Иногда мы живем, как будто бы завтра не наступит. Я понимаю, что мы очень духовные, поэтому мы так живем. Мы ожидаем Бога в любой момент. Я все понимаю, да. Но тем не менее, давайте обращать внимание на его творение. Это будет, я даже необычное, но и слово такого, это будет исцелять тебя внутри, душевно. Будет приводить тебя в порядок, если ты будешь проводить время среди творения Божьего. Нас окружает природа, но не только она. Все животные, которых ты можешь рассматривать, все Божие творение создано уникально. Ты сам человек. Смотри на свои руки. Посмотри, как ты создан. Как оно все двигается, как оно работает. В микрофоне выпадает у меня из рук. Я не падаю с этого стула. Все работает, все нормально. Смотри на себя, как ты создан. Бог создал тебя таким. Ты венец Божьего творения. Каждый из нас, мы развиваемся в своей области. Кто-то развивается в науке, кто-то развивается в искусстве, кто-то развивается, может быть нельзя это назвать наукой, но в каких-то таких более путевых вопросах, будь то стройка, готовка еды, мы всегда развиваемся. Бог вложил в нас эту способность. Смотри на себя, и ты будешь узнавать, через познание себя ты будешь узнавать Бога. Но ты не узнаешь Бога полностью, если будешь просто смотреть вокруг, на природу и на себя. Ты через это не узнаешь и не увидишь, как Бог гневается на грех. Ты не сможешь увидеть, что Бог полюбил человека настолько, что отдал за него своего сына. Ты ничего не узнаешь о Духе Святом, не узнаешь о месте и о твоем предназначении. Но Бог сам не оставил нас неведением. Он дал нам свое слово, Библию. Второй способ познания Бога, частное откровение. Второй Тимофею, 3 глава, 16-17 стих говорит, «Всякое Писание Богодухновенно и полезно. Оно помогает учить, обречать, исправлять, наставлять, как жить честной жизнью. Так что, Слуга Божий во всем снабжен и подготовлен к любому доброму делу». Для того, чтобы в целости, в полноте познавать Бога, тебе необходима Библия, тебе необходима Его Слово. Библия – непререкаемый авторитет. То, что написано в Библии, все правда. Если Библия говорит, что это будет работать в твоей жизни, значит, будет. Если говорит, что не будет, значит, не будет. Все, любое познание, которое мы получаем, мы должны сверять с Библией. Часто в твою жизнь могут говорить другие люди, ты можешь воспринимать это как Божье Слово, но всегда это, сверяясь с Библией, потому что Бог никогда не пойдет против своего Слова. У меня было много моментов, когда, общаясь с друзьями, я четко понимал, это общение, это было, Бог сейчас говорил через них. Это было настолько ясно для меня, настолько четко, но всегда при все при этом ты должен сверять это с Библией. Во время поклонения или молитвы ты можешь ощущать, что Слово приходит в твою жизнь, но только если оно согласуется с Библией, ты можешь принимать это как твое Слово. Бог не дополняет Библию, Бог уже оставил ее нам, и это откровение незыблемо. Бог действует по сей день, но Библия уже написана, и все, что Бог хотел вложить, Он вложил в Библию. Действия Его не прекратились, но написание Библии прекратилось. Сверяйте свою жизнь с Божьим Словом, и тогда вы во всем будете иметь успех. В прошедшей неделе многие из вас пошли учиться в школу или институт, и у большинства из вас в этом году появился один-два, может, больше новых предметов, предметы, которые вы до этого никогда не изучали. И что говорит педагог, когда приходит в аудиторию и знает, что это только первый урок этого предмета для этих людей? Самый главный предмет. Ну, да. Второе, что он говорит после этого? Меня зовут. Меня зовут. Да, но я подталкиваю вас к другой мысли. Он говорит о том, что именно вы будете изучать в этом предмете, в рамках этого предмета. Так вот, когда мы говорим о познании Бога, мы говорили о методах, о способах, но всегда возникает вопрос, а что именно я должен познавать, когда речь идет о познании, о страхном познании. И первое, что мы должны понимать и познавать, это личность самого Бога. Я думаю, что когда мы говорим о познании личности, то мы должны всегда понимать, что познание Бога происходит в двумя ступенями или в два уровня. И первый уровень – это знакомство с Богом. Знакомство с Богом – это тот минимум, тот минимум, который должен освоить, тот минимум, который должен пережить каждый человек, который хочет быть освобожден от мук ада. Библия говорит, что единственные люди, которые имели прямое, беспрепятственное общение с Богом, это были Адам и Ева. Это были люди, у которых вот это знакомство с Богом, оно произошло очень плавно, очень ненапряжно. Они жили в Эдемском саду, у них не было греха и не было никаких препятствий для того, чтобы общаться с Богом. Но все люди, каждый из нас с вами, рожденные в грехе, мы с вами должны пережить определенный момент встречи с Богом, знакомства с Богом. Я бы назвал эту, может быть, сравнил бы эту встречу с встречей ребенка, который по какому-то нелепому стечению обстоятельств при живых родителях оказался в роддоме, в детдоме. И вот он находится в детдоме, живет, растет, и вдруг однажды его отец нашел его, нашел и пришел для того, чтобы забрать. И вот этот момент встречи ребенка, который оказался без отца, и вдруг он встретился с отцом, это похоже на ту встречу, которую мы переживаем, встречаясь с Богом, потому что мы живем в долгую жизнь. Кто-то, может быть, прожил всю свою жизнь. Моя бабушка встретилась с Богом за полтора года до своей смерти, больше 80 лет, прожив, не зная его, не имея личных отношений с ним. И вот однажды возникает вот этот момент, момент встречи, встречи и знакомства с Богом. И Библия называет, что этот момент это покаяние. Это происходит, когда ты молишься особенной молитвой, молитвой покаяния, когда ты просишь у Бога прощения за свои грехи и просишь, чтобы Он спас тебя. Второй уровень или второй, да, второй уровень познания Бога это сближение с Богом. Это процесс, который начинается в момент твоего покаяния и не останавливается никогда. И даже, когда мы с вами умрем и придем на небеса и встретимся с Богом, там на небесах мы будем продолжать познавать Бога. Сколько времени? Вечно. Бог не познаваем до конца. И сближение с Богом это процесс, когда ты познаешь и узнаешь Бога больше и больше. Великий Аристотель сказал, познание, начиная с идеи, эта мысль, она применима к Богу, как к никому другому. Когда ты каждый раз узнаешь Бога больше и больше, узнаешь о Нем что-то новое, либо узнаешь старое, но в большей степени, когда ты вдруг открываешь новые горизонты, например, Божьей любви или Божьего влияния, тогда ты в своем сердце со всей страстью восклицаешь, да, таков Бог наш. И скажи мне сегодня честно, когда последний раз ты испытывал удивление по отношению к Богу. Если недавно, это значит, что у тебя происходит процесс познания Бога и все в порядке. Но если ты даже не до конца понимаешь, о чем мы сейчас говорим, то у тебя в твоей жизни проблемы. Потому что человек, который сталкивается с Богом лицом к лицу, он не может не удивиться. На этой неделе я читал статью. Одно очень серьезное рейтинговое агентство Bloomberg опубликовало список из десяти самых богатых людей этой планеты. И когда ты читаешь и видишь цифры состояния 74 миллиарда, 56, 64, ну удивляешься, да, когда прикидываешь, сколько этот человек заработал за каждую секунду своей жизни, ну в среднем, ты невольно говоришь, ого, ты не можешь не удивляться тому, что происходило в их жизни, когда они зарабатывали богатели. Но Бог гораздо выше, гораздо серьезнее, гораздо лучше. И когда ты будешь познавать Бога, ты не можешь перестать удивляться. Ведь Бог, он обладает огромным количеством качеств, которые удивляют нас. И если ты перестал удивляться, изучая Бога, это не значит, что Бог ну, истощил свои качества. это значит, что ты просто перестал их замечать. Познание просто личности было бы недостаточно. Мы должны узнавать, что эта личность хочет от нас. У этой личности есть определенная воля по поводу нас. Мы бы, может быть, и не говорили об этом, если бы Бог не был нашим творцом. Когда человек создает что-то, он создает это с определенной целью. посмотрите вокруг, давайте посмотрим на эту кружку. У него есть цель, цель создания этой кружки и предназначение. Эта кружка сделана для того, чтобы ее владелец мог в любое время попить горячего чая. Очень все просто и все понятно. Бог создал нас. Для чего? Познание Его воли очень важно для нас. Потому что если ты живешь, восхищаешься Богом, но ты не знаешь, для чего ты живешь, зачем тогда жить? Нужно узнавать, что Бог хочет от тебя. Если Бог твой творец, Он создал тебя для чего-то, ты что-то должен сделать в этой жизни. У твоей жизни есть цель. У твоей жизни есть какое-то предназначение. И если вот наше, наверное, что основное нам препятствует, почему мы даже когда слышим такие проповеди, почему мы не идем дальше? Тебе нужно сделать шаг. Тебе нужно, если ты сегодня слышишь о том, что у Бога есть воля для тебя, но завтра или даже сегодня, если ты конкретно Ему не задашь вопрос, Господи, а в чем она? Как мне это узнать? Ничего не будет меняться. Давайте будем двигаться. Давайте будем, раз мы говорим об этом, все-таки узнавать. Неужели тебя не цепляет то, что ты не знаешь, для чего ты живешь? В свое время я начал узнавать волю Божию. И это было не так уж легко для меня. У нас есть всегда определенные отговорки и определенные такие препятствия в том, чтобы мы начали узнавать волю Божию. И, наверное, самое первое, как бы, может быть, это банально не звучало, это наша лень. Ты останавливаешься на достигнутом. Тебе не хочется идти дальше. Для того, чтобы узнать волю Божию, тебе нужно будет молиться больше. Тебе нужно будет больше времени проводить с Богом. Но тебе лень это делать. Если ты будешь честен достаточно, до конца честен сам с собой, ты согласишься с этим. Мне не хочется иногда этого делать. Я не хочу. Я не хочу не кушать. Я не хочу поститься. Я не хочу много молиться, когда... Потому что иногда моя молитва, нужно это признать, она такая, вот ты встал, ты вроде уже все сказал. И вот так вот получается. Давайте будем откровенными. Но тем не менее, это нужно делать. Бог будет говорить тебе, не ленись, выделяй на это время, ищи. Тебе нужно узнать, что Бог хочет от тебя. Ты не создан просто для того, чтобы прожить эту жизнь, умереть и на небо пойти. Не только для этого. Есть у тебя цель здесь на земле. Вторая причина, по которой вторая наша отговорка или наше препятствие в познании воли Божьей, это неправильное ожидание по поводу того, как и когда придет ответ. Идеальный вариант был бы для меня и для каждого из нас. Это если бы я сегодня встал на колени, ну и естественно со страстью, все нормально, сказал, Господи, для чего я живу? И сразу ангел пришел и говорит, ты живешь, меня послал Господь, не бойся. И ты живешь для того, чтобы построить между Жабинкой и Брестом завод по производству бамперсов, чтобы не вытаскали все с Польши. Или еще что-то. Это было бы идеально для нас. Но, наверное, с уверенностью на 99% если же так не произойдет, если ты сегодня станешь на колени и будешь просить об этом Бога. И все, потому что не Бог злой, и он такой брюзгливый старикашка, который, ну нет, типа, ты должен ну давай, там, подопрягайся. Бог не такой. Дело в том, что познание воли Божьей это тоже процесс, как и познание его нечестий. Это процесс. Если бы Бог сегодня пришел тебе в твои 12, 15, 18, там, 30 лет и сказал, ты должен сделать, то у тебя бы просто ну и не знаю, может быть, у тебя нет. Мне бы, наверное, просто крышу снесло от тех планов, которые имеют Бог по поводу меня. Но это процесс. И с каждым днем, когда ты прилагаешь к этому усилия, когда ты действительно много времени с Богом проводишь, и ты хочешь узнать, что Бог хочет от тебя, это процесс. И с каждым днем тебе Бог открывает новые и новые горизонты. Ты достигаешь чего-то одного, и потом Бог тебе показывает, а смотри теперь, что я дальше хочу по поводу тебя. Ты достигаешь этого, и Бог открывает еще больше. А теперь смотри, сыночек, смотри, доченька, что я хочу еще больше по поводу тебя. И ты такой, вау, вау. И ты идешь по этим ступенькам. И вот это вот познание воли Божьей. Ты идешь, познавая волю Божью, познание воли Божьей идет параллельно с твоим движением в этом. Ты делаешь, сделал, и узнал больше. Сделал, и узнал больше. Бог будет менять тебя во время этого процесса. Бог будет открывать тебе постепенно. Но если ты хочешь знать, если бы меня спросили, в чем все-таки состоит воля Божия для человека, это, я уверен, что это универсально. Но это очень, очень прозвучит просто, но очень глубоко. Воля Божия по поводу тебя, по поводу меня и нас всех, наверное, состоит в том, чтобы мы, я и ты, целиком, полностью отдались ему. Отдайся мне. Отдайся мне. Свою жизнь мне отдай. Я твой творец. Я знаю предназначение твоей жизни. Я это знаю. Отдайся мне. Отдайтесь Богу. Отдайте свою жизнь целиком, полностью, без всяких там, без хвостов. Ну, ты знаешь, Господь, забирай мне вот это, ну, пусть остается, я с этим сам разберусь. Такого не надо. И это действительно можно до конца осознать только тогда, когда ты, положа руку на сердце, сможешь сказать, что, кроме Бога, кроме Бога, мне ничего не надо. Вот тогда ты поймешь, что ты должен отдать свою жизнь Богу. И сложно, и одновременно очень просто. Следующее препятствие. Нам иногда достаточно того, что нам скажут по поводу нас. Что нам скажут делу. То есть, например, по леве, к Вите Лукшевичу, скажу, знаешь, мне кажется, воля Божья насчет тебя, чтобы ты играл в группе прославлений. Ну, и Витя, ты говоришь, наконец-то, Господь говорил в мою жизнь. И на этом остановился. Мы так вот часто ведем себя в центре. Подходит к тебе служитель и говорит, например, мне кажется, ты можешь вести малую группу. И ты такой, о, да, наверное, так и есть, Господь проговорил. Но мы не должны останавливаться на этом, потому что люди могут в твою жизнь наговорить столько, не исполнишь свою жизнь. И будешь страдать, и будешь томиться, если просто будешь идти за тем, что тебе говорят люди. Есть такая, раньше говорили, что это факт, сейчас это доказывает, что это как бы легенда, но легенда основана на реальных событиях. Когда строилась во время Николая, во время проблеми Николая I, когда строилась железная дорога Москва-Санкт-Петербург, инженеры, когда пришли, они показали царю, как она должна идти, потому что там местность болотистая, все так неудобно, и она очень петляла. А ценность железной дороги в том состоянии, чтобы она была прямая, чтобы можно было хорошо разогнаться и быстро доехать в нужный тип. И когда мне показали императору это, вот он посмотрел, сколько туда нужно вложить всего, взял линейку, от Петербурга до Москвы провел линию и сказал, вот так будет. Но беда в том, что когда он проводил эту линию, знаете, если вы учились в школе, надо проводить линейку, а палец, он торчит на длине. Такой хром, и получилась такая окружность маленькая. И говорят, что так и построено. Как было все прямое с маленьким выступом. Ну, это сейчас доказывает, что легенда есть, ну, исторические сведения определенные. Но легенда очень красивая. Иногда мы делаем то, что нам скажут, слепо, доверяя людям. Ты не можешь так подходить к познанию в воле Божьей. Не нужно слепо доверять людям. Да, люди могут очень повлиять на твою жизнь. Люди могут принести тебе слово. Но тем не менее, узнавай, что Бог думает по поводу твоей жизни. И последнее, наверное, что связано с познанием воли Божьей, это мы гоняем себя в рамки и думаем, что воля Божья будет относиться к нам только по поводу того, чем нам заниматься в церкви. Не нужно себя обгонять в эти рамки. Мы всегда воля Божьей будет связана с тем, что тебе нужно делать в теле церкви. Но не всегда будет связано с тем, что нужно делать в поместной церкви. Иногда ты можешь на первый взгляд здесь и палец о палец не ударить, кажется. Есть люди, которые, может быть, палец о палец не ударили, они не двигались здесь в стуле, они никогда не носили аппаратуру, они там, не знаю, не включали, не выключали свет, никогда не держали дверь, никогда не встречали никого. Но люди эти являются служителями Божьей, потому что, если они знают волю Божью, они могут встречаться с другими людьми вне церкви. Это будет служить для тела церкви, но может не послужить конкретно для поместных. Не нужно себя загонять в рамки, что воля Божья только в том, что я могу делать здесь и прямо. Узнавай волю Божью целиком по поводу твоей жизни. И тогда ты будешь счастлив, тогда твоя жизнь будет успешна. Итак, мы поговорили о том, что мы должны страстно познавать личность Бога, мы должны страстно познавать Его волю. И последнее, что мы должны страстно познавать, это учение, учение Бога. Учение Христа это то, что неразрывно связано с Ним лично. Христос и Его учения они просто неразделимы. И, конечно, ты можешь можешь сказать Господи, ну, я так Тебя люблю, я так дорожу отношениями с Тобой. Ну, вот познание Твоего учения это уже удел богословок. Знаешь, Господи, давай мы просто с Тобой будем наслаждаться нашими отношениями. А учение это не мое. Я думаю, что кто-то из вас может сказать, да, Дима, тебе хорошо. Ты любишь богословие, ты любишь изучать его, тебе это, ну, скажем так, дано, это входит в список твоих даров. Что делать мне? Я даже, когда Библию читаю, то не всегда могу потом пересказать, что я прочитал. Тем более, какие-то уроки вывести, это вообще запредельно. Быть может, для кого-то будет облегчением узнать сегодня, что узнавать учение Христа и увлекаться богословием это не одно и то же. Это разные вещи. От простых христиан, которые семинариев не кончают, Бог не ожидает, что вы будете свободно владеть богословскими дисциплинами. Бог не сильно огорчится, если у тебя нет собственной позиции, например, относительно тысячелетнего царства. Бог не сильно расстроится, если ты занимаешь, там, его не сильно интересует, какую позицию ты занимаешь, там, позицию гихотомистов или прихотомистов. Эти понты оставьте для братьев, которые учатся в семинарии. Им же надо как-то отличаться от простых смертей. Но на самом деле, да, хорошо, если ты увлекаешься богословием, но не это ключевым образом влияет на тебя, как на человека, который познает учение Христа. Знать, что именно ожидает Бог от тебя, например, в конфликтной ситуации. как ты должен владеть собой, как ты должен отвечать, как ты должен поступать, или как ты относишься к сексуальной распущенности. Ты можешь не прочитать ни одной книги по, не знаю, брачной этике, но если ты христианин, который знает Иисуса Христа, читает Библию, посещает церковь, ты знаешь, что такое сексуальный грех, ты знаешь, как к нему относиться, чтобы изучать писание, есть несколько инструментов, но первый, которым я хочу обратить внимание, и он встречался уже тогда, когда мы говорили о страстной молитве, это время, это время. Вы должны уделять конкретное время для того, чтобы читать писание и изучать. И вот пять инструментов, которые мы можем пользоваться для изучения писания, и для того, чтобы вам легко было запомнить их, просто сравнить их с рукой, которая держит Библию. И очень сложно держать Библию одним пальцем, да, двумя может быть проще, но все равно ее легко выровить. Тремя, четырьмя, лучше всего держать Библию всей ладонью. И вот изучать изучение писания, можно его сравнить с вашей ладонью. Первый палец это слушать Слово Божие. Слушать Слово Божие. Павел говорит, итак, вера от слышания, от слышания, от Слова Божия. Дело в том, что очень важно, чтобы вы слышали Слово Божие, чтобы вы узнавали его. Я помню, на бульке, когда я только покаялся и начал ходить в собрании, у нас был один старец, он был ровно на 70 лет старше меня. И вот мне было тогда 17 лет, а ему 87. И вот этот брат, его звали Капец Александр Осиевич. Выходя за кафедру, он начинал проповедовать. И первый год мне его проповеди жутко не нравились. Ну, какой-то просто поток мыслей непонятно. Но где-то через год, когда я начал больше читать Библию, начал больше узнать ее, я вдруг понял, что этот брат, примерно 30%, а может и больше, своих слов, которые он произносил в проповеди, это были выдержки из священного писания. И он говорил их наизусть. И когда ты уже знаешь писание, ты их хорошо воспринимаешь на слух. Но, как я уже говорил, одним пальцем Библию держать неудобно. Если ты что-то воспринимаешь на слух, то через 24 часа 90% того, что ты услышал, ты не будешь помнить. Вот почему так важно, чтобы вы записывали во время проповедей, вот почему так важно те листики, которые сейчас вы держите в своих руках. Второй палец нашей ладони, в которую мы вкладываем Библию, это читать Слово Божие. Блажен читающие и слушающие слова пророчества сего и соблюдающие написанное в нем, ибо время близко. После 24 часов, после того, как вы прочитали Библию, прошло 24 часа, вы забудете примерно 85% того, что вы прочитали. И только 15% своими словами вы сможете передать. Читать Слово Божие неимоверно важно, но два пальца для того, чтобы держать Библию, этого пока все еще мало. Это важно, но мало. Третий палец это изучать Слово Божие. Лука, когда писал книгу «Деяния апостолов», он говорил о мудрых верийцах, людях из местности верия. Здешние были благомыслине фессалоникских. Они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая описание, точно ли это так. Разборы Слова Божьего это очень удачный и хороший инструмент для изучения Слова. Если ты до сегодняшнего дня легкомысленно относился к этому, ты должен опомниться. Ты должен в ближайший четверг найти место, где ты сможешь изучать Слово Божье, разбирая Писание. Говорят, что человек, который занимался целенаправленным изучением некой информации, он запомнит достаточно хорошо, примерно 50% того, что он изучил. Следующий палец в нашей ладони это заучивать наизусть. Заучивать наизусть. Давид в 118-м салме произнес такую мысль «В сердце моем сокрыл я слово твое, чтобы не грешить перед тобой». Конечно, в сегодняшнем веке, когда у нас Библия в моем доме легче, чем бутылку Кока-Колы в магазине, кажется, ну зачем запоминать? Легко можно ориентироваться в Библию с помощью поисковика на компьютере, но тем не менее, я общался с братьями, которые прошли, например, через тюрьмы. И когда человек попадает в тюрьму и на протяжении 25 лет в его руки не попадает печатная Библия, знаете, что его спасало? Один брат рассказывал, что он, находясь два года в заточении в одиночной камере, два года он каждый день вспоминал наизусть послание кремленов. И он радовался, что находясь на свободе, он сумел его запомнить, и это послание помогало ему в тюрьме. И даже если, я надеюсь, что вам не придется в своей жизни оказаться в тюрьме, но тем не менее, Бог будет напоминать вам те стихи, которые вы запомните, которые будут отражены в вашей памяти, поэтому запоминайте, заучивайте наизусть оплывки из священного писания. И последний палец, который поможет нам совсем уже хорошо держать Библию в своих руках, это размышления. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных, не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. Вы знаете, размышления, они помогут вам перевести священное писание из теоретической плоскости практическую. Размышляя над Словом Божьим, вы поймете, как вы сможете применить в своей жизни те или иные истины. Заметьте, что Давид говорит о том, что человек, который размышляет над законом Божьим день и ночь, он не ходит туда, где грешат. если ты будешь размышлять над Словом Божьим, это сохранит тебя от греха. И, конечно, кто-то из вас подумает, так, слышать Слово Божье это всего лишь 10%, это мало. Чего тратить время на то, что так мало стоит. Я лучше буду ходить на разбор. На разборе я получаю 85% всего, что я знаю. Это очень подходящий для меня метод исследования писаний. А самостоятельное чтение Библии я оставлю Димичеву, но он пусть читает. Для того, чтобы понять, насколько эта позиция некравильна, давайте включим наше воображение. Представьте себе, что после собрания вы включили свой мобильник и тут звонит вам ваш друг и говорит слушай, у меня тебе есть хорошая новость. Вот я решил подарить тебе тысячу долларов. Но для того, чтобы они оказались у тебя в кармане, тебе нужно их забрать в двух местах. Одно находится на улице Пушкинской сразу же за углом вашей царкви. Там у человека зайдешь в нужную квартиру, у него 850 долларов заберешь. А вторая часть 350 долларов я оставил у своего друга в термах. Что вы сделаете? Вы первым делом пойдете за угол и заберете 850 долларов. Правильно? А потом вы начнете думать ой Тельма это что доехать надо на маршрутке а я не знаю как они ходят ну мне 850 долларов хватит я за 150 не поеду. Нет такси возьмете и поедете. Когда мы говорим о том что нам очень подходит разбор слова Божьего но мы не будем читать мы фактически отказываемся от маленькой но очень значимой для нас части благословения которую Бог приготовил для нас с вами. Когда мы говорим вот уже в прошлом воскресенье была тема и сейчас и еще будет в следующем воскресенье мы должны понимать что эти темы они не находятся одна отдельно то есть допустим я не буду использовать молитвы но тема учения познания мне нравится и я буду это использовать если не будешь при всем прием эти темы будут наслаиваться наслаиваться одна на одну все это должно действовать в нас как один большой механизм тогда действительно жизнь наша будет приносить результаты ты будешь счастлив если это все будет работать вместе поэтому не забывайте когда мы говорим мы не все скажем за одно воскресенье но сами размышляйте и настаивайте одну тему на другую от этого будет толк мы уже заканчиваем сегодня у тебя есть выбор ты можешь сказать в принципе человек сам узнец своего счастья я не хочу ничего менять и то что я делал до сих пор меня это устраивает и всю жизнь просто строить так как ты считаешь нужно бегать к миражам достигать чего-то недостижимого оставить новые цели достигать либо не достигать их можешь остаться в бездействии и тогда ты встретишься с Богом но Бог будет осуждать тебя потому что ты уподобишься человеку который знал Богом но скрыл так в земле и это не принесло ему никакой пользы он никак не употребил то что знал то что имел ты встречаешься с Божьим осуждением а можешь сегодня прийти к Богу и сказать вот я забирай я твой я хочу знать тебя я хочу Господи действительно знать для чего я создан я хочу действительно чтобы моя жизнь поменялась я действительно хочу ощущать что живу с толком Господи я действительно хочу узнавать тебя как личность я действительно хочу знать законы принципы неба которые действуют здесь в моей жизни и начать что-то менять именно к этому я призываю тебя сегодня именно к этому я уверен Бог призывает тебя сегодня не потому что Богу это так надо а потому что Бог просто очень любит тебя Он смотрит я уверен что Бог смотрит сегодня на нас и может быть с некоторой тоской в глаза они еще так мало знают его Он еще так мало знает его еще столько всего у меня есть чтобы открыть моему сыну дочери у меня столько всего еще есть а он не двигается а он даже с места не рыпается ездит на работу с работы и все приехал телек посмотрел газету почитал в интернете посидел заводился спать утром встал и все как обычно что-то должно изменяться только представь знаешь ли ты что Бог хочет сделать через тебя может быть ты мне сегодня назовешь и скажешь сколько человек Бог хочет через тебя изменить ты не знаешь этого может быть ты сможешь сказать сколь скольким людям Бог хочет через тебя помочь через твои руки или к кому Он хочет прийти на твоих ногах ты не знаешь этого именно познание Бога приведет тебя к этому познание процесс познания приведет тебя к этому и ты будешь продуктивен для царства небесного скольким людям ты можешь принести освобождение, через то, что ты сам будешь познавать Бога, скольким людям ты сможешь принести сведения их души и духа, через то, что ты будешь узнавать и знать своего Отца, знать Бога, с Которого ты веришь. Но ничего этого не произойдет никогда, если ты всем своим сердцем не прилепишься к Богу. Если все свое сердце, всю свою жизнь, если ты не принес решение полностью отдать Богу, чтобы знать Его, чтобы действительно не только развиваться в том, что на земле, в том, что перед твоими глазами, но развиваться в невидимом. И тогда это невидимое будет залово творить твою жизнь. Сегодня я еще хочу обратиться к людям, которые не знают Бога и знают о Боге, но не знают Ему самого. Сегодня Бог зовет тебя. Бог хочет встречи с тобой. Тебе нужно это, потому что ты Его творение. Без Него ты ничего не знаешь о себе. можешь строить планы, можешь думать, что через пять лет ты достигнешь чего-то, ты заработаешь свою первую тысячу долларов или десять тысяч. Можешь строить эти планы, но пока ты не встретишься с логом, ты будешь феном, который работает в воде, ты будешь, не знаю, микроволновкой, микроволновкой, которая греет вместо котла подвешенную и так далее. Узнай Бога, узнай дизайнера, узнай, почему Он создал тебя так. Если ты действительно хочешь этого, сегодня, после собрания, ты можешь подойти к наших пастырей и помолиться. Тая жизнь пойдет по-другому сценарию. Просто узнай и примирись со своим дизайнером, примирись со своим творцом и иди дальше с ним и за ним. Аминь. Я бы сейчас хотел, чтобы мы поднялись и мы сейчас еще будем петь и очень хочу, чтобы насчет. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!